Многие заказчики смотрят YouTube, псевдо там учатся. Вот здесь у меня была допущена ошибка, когда я очень низко опустил болгарку. Есть такие мастера, которые не обращают на это внимание, блин, укладывают, а потом это нифига не держат. Вырвало вот этот вот резиновый круг, пролетело у него мимо головы, а сзади стоящего ударило в спину. Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы вам покажем, как мы обрабатываем наружные углы и как вообще делаем наружные углы из плитки. Итак, друзья, нам понадобится крестик, либо клинышек от SVP. Естественно, нам понадобятся защитные очки для глаз. Нам понадобится вот такая вот штука, мы ее называем черепаха. Ну и, естественно, болгарка с отрезанным кругом по плитке. Важный момент, болгарка желательно иметь две в работе постоянной, либо же хотя бы одна, но чтобы она была с регулировкой оборотов, вот как эта. Итак, друзья, вот мы взяли у себя остатки по плитке, такие скомтак образцы. Один это будет керамогранит, имитация доски. И второй будет обычный керамик. Расскажу сейчас, в чем разница обработки данной плитки. Ну, начнем, наверное, с керамогранитом. Будем делать мы с вами наружный угол. Расскажу, как его сделать. Вот у нас плитка, да, видишь, она имеет вот такую вот фасочку. Бывает керамогранит обрезной, бывает не обрезной. Вот когда есть вот такая вот фаска, наружный угол, когда мы его делаем, изготавливаем, формируем, вот, он имеет небольшие свои свойства. Вот сейчас в момент обработки я вам покажу. Приступим сейчас к обработке и обратим внимание потом на тонкости. Можно данные вещи делать на станке, на крупноформатном, допустим, станке, на сводном охлаждении, у которой. Вот, то есть, получится у нас без пыли и так далее. Но иногда бывает так, что таких углов нужно сделать совсем минимум. И проще взять с собой, ну, углошифальную машинку с отрезанным диском и сразу по месту сформировать. Единственный минус, что будет очень много пыли, поэтому либо используем пылесос рядышком, либо же делаем это все дело на улице. Вот, мы сейчас у себя на складе, как бы, так что покажем, как это делается именно на улице. Вот, как это делаю вообще я. То есть, берем плитку в удобное для себя положение, диск и начинаю резать именно сверху. Рез будем делать вот буквально до этой кромки, отступая около миллиметра. Можно наметить себе этот миллиметрик, можно делать на глаз. У меня уже рука набита, так что сделаю это все дело на глаз. Друзья, смотрите, вот мы делаем рез под углом примерно под 45 градусов. Ну, понятно, здесь угол мы точно не задаем. Вот, и оставляем обычно, дорезаем до кромки, не доходя до кромки. Вот, бывают моменты, вот здесь у меня была допущена ошибка, когда я очень низко опустил болгарку, и тем самым, вот у меня глазурь наружно ее скаловала. Вот, это бывает очень редко, вот, но все же бывает. Данный момент можно исправить, покажу сейчас тоже как, вот на видео. Почему делаем рез вот этот вот, оставляем там миллиметра полтора? Для того, чтобы именно вот так вот не скалывало. Вот, то есть, там два момента. Первый, не опускаемся слишком сильно низко болгарку, вот, чтобы колесико, грубо говоря, у нас крепления не касалось. Вот, и второй момент, это, ну, для того, чтобы не скаловала глазурь, оставляем вот такой вот острый. Сейчас это можно доработать все черепахой, вот, но я еще обработаю диском. Вот, смотрите, мы одну сторону уже диском доработали практически до нашей глазури, дальше можно доработать весь этот момент, ну, черепахой. Вот, то есть, почему черепаха, здесь у нас грануляция сотка, пятидесятка стоит, вот, будем сейчас опять же с помощью болгарки дорабатывать. Это более тонкая доработка, так, чтобы у нас только сошлифовалась, скажем так, а не скаловала, вот, как в данном случае, глазурь. Данный участок можно обработать обратной стороной. Ну, убрать этот скол, обрабатываем вначале вот так, а потом уже проходим по всей длине. И вот для того, чтобы, друзья, не тратить время вот на эти вот перестановки, важно иметь две углошлифовальные машинки, чтобы не тратить на это все время. И еще очень важный момент, то, что обороты здесь на данном шлифовальном, на данной черепахе должны быть намного меньше. То есть, если у меня здесь стоит на шестерку, да, а у машинки у нас максимальная, сколько, 11 тысяч оборотов в минуту, то примерно, если ставим на тройку, вот, сейчас поставим на троечку, вот, у нас будет около 5-6 тысяч оборотов в минуту. Это, на самом деле, очень важный момент, потому что в практике у нас было очень много таких ситуаций, когда один подсобник стоит и шлифует плитку, а другой у нас была ситуация, сзади стоял на станке, нарезал эту плитку. И получилось так, что за счет высоких оборотов, высокой скорости, вырвало вот этот вот резиновый круг, пролетело у него мимо головы, а сзади стоящему ударило в спину. И поверьте мне, это не из приятных удовольствий. Вот, смотрите, у нас опять же после доработки, из-за того, что у нас появился вот этот вот скол, да, мы, ну, фасочку эту убрали. Вот, сейчас будем опять переставлять диск и опять формировать вот этот вот угол до самой глазури. Мы сняли угол, да, с помощью диска. Вот, основную работу делаем с помощью диска. Проходим и дорабатываем с помощью вот черепахи, более тонкой такой. Вот, основной момент, вам важно, чтобы вот эта вот часть, вот, ее не было видно отсюда. Потому что, когда будет наружный угол, вы его заделаете, у вас будет этот цвет виден. Вот, так что дорабатываем до глазури. Вот, и дорабатываем более тонкой наждачкой. Точно таким же способом мы обрабатываем вторую плитку, то есть второй кусок. Вот, ну и чтобы ваше время не задерживать, сделаем это на стоянке. Опять же, видите, основная проблема и потеря времени в том, что нужно переставлять вот это вот все перестановки. Они очень много, на самом деле, в течение дня забирают времени. Так что, продумайте свою работу и тратьте время с пользой, а не занимаясь полдня такими перестановками. Как я и говорил, что близко совсем к глазури не подходим, потому что, опять же, начинает скалывать. Вот, то есть проще доработать, потом черепаха. Да, керамогранит занимает очень много времени на обработку, потому что очень твердый материал. Вот, но чтобы не образовывалось вот этой шляпы, берем. Смотрите, вот когда мы формируем прямой угол, да, вот, получается так, что у нас в центре наш шовчик, он тоньше, чем сверху и снизу. То есть это говорит о двух вещах. Первое, это то, что либо сама плитка у нас такая кривая, либо мы плохо сделали, ну, сам запил. Вот, в данном случае я немножко плохо сделал, запил, и при этом всем еще кривая плитка. То есть как проверить ровность плитки? Смотрим вот от этого угла, вот до этого проводим так плавненько взглядно, и будем видеть, что у нас плиточка вот такой вот лодочкой. И то есть как бы вы уже там не запиливали, да, получится все равно, что в центре тоньше, чем по краям. Вот, вы же не сможете эти края вогнуть, грубо говоря, вовнутрь. Правильно? Соответственно, мы и будем получать вот такой вот, грубо говоря, на данной плитке вот такой вот результат. Вот. И сейчас я немножко доработаю еще ее, чтобы более прямо угол сделать. Вот, друзья, мы доработали наши две плитки, наш наружный угол. Вот, смотрите, и когда мы состыковываем, можно взять для этого угольник, допустим, чтобы было наглядно у нас видно. Вот. И когда мы состыковываем, опять же, у нас сверху и снизу получается небольшая щелка, да, по центру уже идет примыкание двух плиток. Вот. И еще важный момент. Я в начале видео показывал вам клинышек, либо там СОП. Сейчас подождите. Для чего он вообще нужен в данной работе? Многие стремятся к какому-то там непонятному совершенству. Многие заказчики смотрят YouTube, псевдо там учатся. Вот. И начинают говорить, что есть бесшовная у нас плитка, либо сделайте мне углы впрямую. Наружный угол никогда, ни в коем случае, не нужно делать в прямую, ну, стык в стык, чтобы плитка у нас прям примыкала друг к другу. Мы уже из своего опыта очень много этим наелись, когда стремились к какому-то перфекционизму, более тоненьким уголочкам там и так далее, маленьким швам. Вот. Есть норма. Обязательно всегда вставляйте сюда, вот в это примыкание, небольшой крестик. Этот очень толстый, ну, здесь, наверное, сантиметра под, ой, миллиметра под полтора-два. Вот. Ну, достаточно, мы берем 0,9, вот, и сюда вот все-таки вставляем. Вот. Вставлять лучше, если по центру у нас шло примыкание, то вставлять лучше в верхнюю, допустим, вот часть. Вот так. Вот. В верхнюю часть и, соответственно, точно так же в нижнюю. Вот вставляем. Вот, смотрите, мы вставили клинышек, тем самым образовали мы зазор между двух плиток, то есть на расширение. Вот, чтобы у вас было, что это на самом деле прямо угол, загляните с обратной стороны. Вот здесь стоит угольник. Видим, у нас прямой угол. И здесь, соответственно, уже сформированный наружный угол. Понятное дело, что чем хуже плитка, тем будет сложнее вам сделать здесь идеально. Обязательно вставляем крестик. Ждем, пока все это высыхает. И на следующий день мы этот крестик спокойно вынимаем. Получаем здесь, скажем так, небольшой зазорчик, который потом мы заделываем. Еще один очень важный момент. Я стараюсь сделать в своих ремонтах так, и своим мастерам говорю. Вот этот вот наружный угол, шов, да, делаем примерно такой же, как и у нас швы идут по плитке. То есть, если вы сюда вставляли крестик, допустим, полтора миллиметра, и за счет фаски у вас стал шов 2 миллиметра, значит и здесь нужно стремиться не сделать как можно тоньше, меньше и так далее, а сделать 2 миллиметра. Вот, с помощью специальных материалов это вполне реально сделать, и у вас получится красивый наружный угол. Заделать наружный угол и сделать его монолитным, так, чтобы он был в один цвет, скажем так. Мы вам покажем в следующем видео, если наставите нам лайков. Вот, а пока, вот смотрите, практически идеально у нас получается угол. Вот, ждем, пока оно высохнет, и дальше останется вам только заделать. Вот, это была проведена работа по керамограниту. Наверное, одна из самых сложных, потому что материал трудно обрабатывается. Вот, что касается, допустим, обычной керамики, да, вот как у нас вот здесь вот под бетон, вот, здесь намного все проще, вот, ну, по цене мы данную работу не разделяем, вот, но в обработке данная плитка проще. Ее даже можно обрабатывать вот грубыми черепахами, то есть не обязательно иметь даже такой диск. Было у нас в практике так, что мы запиливали немножко дольше, но запиливали вот этими черепахами. Сейчас покажу отличия. Посмотрите, включаем. То есть вот насколько быстро это все режется у нас, даже вот если взять, переставить. Вот смотрите, здесь у нас пятидесятая стоит наждачка. Вот смотрите, друзья, видите, вот здесь я резал диском, понятное дело, там не старался как-то, на грубую вот видно, вот порезан на диском, а вот здесь уже запилена гладенькая, запилена черепахой. Вот, понятно, что черепаха результат будет лучше, но немножко дольше. Но смысл в том, что керамика, она очень просто обрабатывается, с ней можно делать практически все, что угодно. Вот даже руками дорабатывать наждачками, как-то так тоже делали. Для стен я бы всегда рекомендовал брать все-таки керамику, не вижу смысла для керамогранита. Более дорогой материал, более сложен в обработке, а какой от него смысл, он мне непонятен. Так что мне зачем переплачивать, берем на стену керамику. Все просто работает, дешевле стоит, и будет у вас все окей. Так, друзья, уже на данном примере я не буду вам показывать. Принцип работы примерно такой же, только намного все быстрее делается. А, еще, в момент обработки плитки, если работаем именно болгаркой, а не макрорезом, обратная сторона, она покрывается пылью у нас. Не забывайте обязательно помыть водой, протереть как-то и так далее. Можно даже загрунтовать, вот если хотите, чтобы была хорошая адгезия при укладке. Потому что есть такие мастера, которые не обращают на это внимание, укладывают, а потом это нифига не держится, как бы и слетает у нас. Друзья, я надеюсь, информация была для вас полезной. Это был наш небольшой урок по формированию наружного угла. Если вам интересно, каким способом мы заделаем примыкание стык двух плиток, а там мы используем три материала, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно для вас сделаем подробное видео. С вами был, как всегда, Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. Всем пока.